приветствую вас на нашем канале при пресс практик лессонс и сейчас покажу как сделать подготовить этикетку к печати так мы видим довольно таки правильную и достойную подготовку то есть у нас есть за контур у нас есть нож у нас есть под добрезной печать и так но у нас есть тени есть shift не в кривых у меня эти шрифты есть так что если у вас кракозябры то требуйте от заказчика хотя бы шрифты если они не знали пусть переводят кривые неважно старайтесь от него требовать по максимуму продолжим что нам первую очередь надо первую очередь я вам рекомендую отделить отделить наш нож нож у нас делаем его 99 процентов открываем swatches color swatches переносим извините swatches переносим его в наш swatches например сюда нажимаем два раза нажива называем его в swatches name как как нож color type process curl spot color готово назначаем ему в бинду в коктрибуты нити атрибуты over print over print stroke галочку ставим обязательно открываем новый слой нажимаем control c извините control x вырезаем помещаем новый слой control f и блокируем и блокируем можем даже скрыть чтобы она нам не мешала дальше мы это надо от растрировать лишний элемент здесь если мы зайдем в оперенство увидим что здесь есть эффект inner glow обратите внимание этому покажу как он изменяется поэтому нам надо его от растрировать растрировать у нас размер 144 на 149 значит готовы будет 140 на 45 объект идем и хочу вам показать вам показать embedded smg opacity то есть проверяете ну в принципе не важно когда вот растрировать это все пройдет объект растирали извиняюсь у нас есть еще фунт знений фон там у нас еще здесь есть то как же ему сделал объект экспонт фил строк ctrl 2 чтобы удобнее было object expand fill отключаем строк ctrl 2 и третий эффект раз стараюсь выяснить object expand appearance это мы отделили от тени тени нашей полосочки теперь я сделаю преобразуя строк прямоугольник тоже заблокируем так что у нас с ревелатом сервелат у нас ну наверное это эти полосочки надо будет все таки отрастировать вместе с фоном почему потому что обратите внимание сервелат есть тень от тени желательно избавиться да есть рипы которые это все поддерживает но нежелательно поэтому первым делом объект экспорт appearance чтобы убрать видите варп выгибание эту appearance желательно иметь под рукой чтобы смотреть что назначено на тот или иной слой итак object наверное все это растрировать надо хорошо object expand appearance object expand извините object ага у меня тень осталось групп наша тень текст кривые блокируем остается тень так куба сам то же самое объект экспорт appearance групп блокируем логотип object expand appearance групп смотрим не осталось ли эффекта остался эффект значит еще раз групп так все хорошо блокируем шрифт будет экспорт appearance on group on group control 2 тут то же самое обратите внимание варп варп строк освобождаем его object expand appearance on group control 2 on group control 2 on group control 2 dctu object expand dctu dctu on group дctu нпг нпп дctu дскu дctu dctu 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 групп еще раз блокируем так мы надеюсь ничего не забыли так это тоже сгруппируем это я сгруппирую это у нас тоже отрастрируем вместе с нашим фоном но обратите внимание что в данном случае нам надо еще сделать копию для чего для того что можно было поместить в маску он где там групп получит контроль с м аль 7 освобождаемся от маски освобождаемся от нашего цвета это может кого-то засмущать но это на самом деле с миговским понтом то есть если нету здесь точки то это не будет печататься в пятой ну отдельной краской но это у нас будет наш наша маска наверное это я сделаю нажимаем enter в режиме стрелочки 0 копия 2 это я тоже сделаю 144 на 49 поняли да? мне нужно мозг посередине выравнили делаем такую операцию transform pathfinder теперь у нас я пока сделаю контур чтобы видно было это нам пригодится для чего нам пригодится для того чтобы поставить место сверху то есть я это это я растирую понятно да? сюда я помещаю наш файл вот он какой будет понятно да? ну я его блокирую смотрим что у нас осталось после блокировки передвигаем колбаса тени тень от логотипа еще тень от текста подложка здесь мы оставляем все нажимаем ctrl z и оно возвращается обратно теперь мы смело можем object rasterize smg resolution high 300 background white ни в коем случае не transparent в принципе все нажимаем ok он растирует так как у меня был фон сзади он стал белым на задний план это я размещаю посередине моей от моего артборда рабочей области выделяю нажимаю ctrl 7 но я был неправ почему? потому что немножко я неправильно сделал возвращаем обратно это я тоже отделю теперь я могу ракстрировать ага да да правильно я это выделяю так выделяю просто ctrl 2 заблокирую все не буду ничего делать object rasterize smg ok посередине посередине это посередине выделяем выделяем наш фон ctrl 7 теперь мы можем смело отодвигать на задний план все все равно лажа получается лажа с чем у нас получается получается заблокируем заблокируем заблокировано разблокируем на задний план все в принципе все готово на всякий случай порезка и последнее действие перевести все в кривые ctrl shift о готово теперь можем сохранять ctrl shift с этикетка сербилот сохранить иллюстратор c c c c с пятой сохраняю обычно но у всех есть окей всем спасибо за внимание извините что немножко долго это было без подготовки но в принципе 15 минут это нормально одна этикетка по нормам это один час это не самая сложная этикетка но мы как видите справились за 15 минут это потому что я рассказывал в принципе можно за 10 минут справиться с любым вариантом есть вопросы задавайте с удовольствием отвечу подписывайтесь на наш канал пишите комментарии пока ком Продолжение следует...